друзья всем привет сегодня очередное видео с уцененными орхидеями я сегодня хочу провести очередную процедуру с этими орхидеями придать им толчок значит для тех кто только пациент присоединился к каналу поясню что у нас на канале есть такой небольшой проект вот а с 5 вот этими уцененными орхидеями которые я купил в уценочном отделе по 199 рублей и мы открыли плейлист на канале в котором а я показываю рассказываю какие процедуры к возвращению к жизни от уцененных орхидей к первому домашнему цветению мы проводим самая фишка в том что мы применяем средства доступные бюджетные не только на территории российской федерации но и на в близлежащих странах и обрабатываем эти орхидеи от насекомых вредителей доступным и не менее эффективным средством чем например какие-то дорогостоящие препараты например такой как оберон рапид который я постоянно использую плюс обраба обработали доступнейшим средством экологически чистым и полезным от грибков бактериальных заболеваний и сегодня я хочу обработать эти орхидеечки друзья значит тоником энергетическим тоником считаю средствами тоже доступными но наверняка тоже в соседних странах эти средства продаются это не является какой-то там химии в общем по крайней мере на территории россии это это не скажем не дефицитные средства и она бюджетная стоит конечно там в пределах по 100 рублей за бутылочку но его можно купить и в аптеках и в садовых центрах и в дачных магазинах я думаю и в цветочных магазинах и она но более чем достаточно доступные и и бюджетные в общем друзья предлагаю вам проделать процедуру и сделать обзор как выглядит наши с вами орхидеи которые мы некоторое время вот назад они уже у нас сколько дней находятся с открытыми корнями я их буквально сегодня хотел пересадить но потом подумал думаю я наверное сегодня сделаю с вами вот этот вот стимулирующий энергетический пинок им и значит хочу у вас спросить самое главное ввиду того что проект с этими орхидеями у нас значит мы применяем все средства доступные и бюджетные и вот связи с этим конечно же хочу спросить друзья вот в какой бы грунт хотели пересадить эти орхидеи в грунт который является доступным бюджетным большинству из вас кто сейчас смотрит не только на территории российской федерации но и на ближайших странах и там ближнего и дальнего зарубежья вот так вот скажу в общем из тех компонентов грунт в которой большинству он доступен и мы с вами друзья сделаем пересадочки этих орхидей но прежде чем пересаживать давайте сделаем процедуру и обзорчик тем более что есть на что посмотреть за эти несколько дней после того как мы начали ими серьезно заниматься распотрошили у них стали происходить изменения так друзья ну вот они наши красотки сейчас мы их каждую из вас посмотрим значит сразу забегая вперед хочу сказать что из этих всех пяти орхидей она значит четыре белых одна у нас темненькая орхидея и среди этих четырех орхидей одна орхидея по моему вот это вот она у нас с корнями по моему с самым грустным состоянием корней то есть вот такое вот у нее состояние корней а вот и как раз вот в прошлом видео я про нее рассказывал в том что плане почему очень часто бывает такое что после значит пересадки вроде бы все хорошо орхидея вся хорошенькая после пересадки мы ее а пересаживаем вроде бы корни все у нее нормальные но потом вдруг там через неделю две три четыре орхидея орхидея резко начинает терять тургор значит новички начинают паниковать достаем из горшка и видим что корней нету и задаваться вопросом а что не понравилось орхидея неужели что-то неправильно сделала или сделал при пересадке что-то там такое но вот я рассказывал в прошлом видео как раз таки на примере вот этой орхидеи что все нормально просто уже при пересадке у орхидеи были погибшие корни просто они корни бывает погибают быстрее чем заметит это орхидея и орхидея может довольно таки долго находиться без здоровых корней к тому времени когда начинают уже разлагаться корни непосредственно до от неработающих корней до разложения может пройти не одна неделя и за это время можно забыть что пересаживали с нездоровыми корнями орхидея начинает терять турго тему тургор и мы связываем значит этот процесс потери тургора с тем что пересадили орхидеи значит и что-то не понравилось в большинстве случаев это просто были уже погибшие корни пересаживали с погибшими корнями корнями вот как у нас у этой орхидеи вроде бы были были зелененькие все но я высказывал сомнения что вряд ли они живые вот вы сами видите потихонечку потихонечку эти корни они досыхают то есть все они уже безвозвратно превращаются в сухари такой процесс происходит у этих корней веламен засыхает но орхидея еще скажем только-только начала терять турго в общем а сегодня мы с вами их простимулируем вот в том числе это стимулятор который в какой-то степени дает толчок росту новым листьям новым корням в том числе и придаёт толчок к цветению в общем ускоряет обмен веществ в наших орхидеях но прежде давайте прежде давайте зафиксируем их состояние перед пересадкой которую завтра послезавтра мы сделаем вместе с вами по результату того какие хотелки в качестве грунтов вы хотите увидеть у нас на канале ну я думаю что возможно это там кара керамзит какой-то мох сфагнум кокосовые чипсы в общем те компоненты которые доступны большинству и а бюджетный то есть не надо бегать скакать и мы все сделаем а по фэншую пересадим их и все будет хорошо с орхидеями так вот это у нас одна слабенькая значит дэн мы запомнили вот с двумя вот этими рожками цветоносами я их не удаляю специально наблюдаем значит так следующий орхидеи у нас уже пошли в рост друзья до орхидеи пошли активно в рост вот посмотрите для сравнения до можете посмотреть в плейлисте уцененные орхидеи возвращение к жизни плейлист так и называется и вот можно все посмотреть как мы каждую из этих орхидеи пересаживали в каком состоянии у каждой из этих орхидеи были корни и сравнить с тем как они сейчас выглядят охиды можно посмотреть какие были корни чтобы на будущее понимать как выглядит корни не живые при пересадке чтобы не рассчитывать и не ждать от орхидеи там чудо чудесного но бывает и вот такое друзья да что орхидеи тоже такие так себе на троечку да там вот тоже вроде орхидеи да кстати нижние листья теряют турбер но при этом орхидея активно растит корешки смотрите еще там какое-то время назад был один там 2 был раскуклен и теперь у смотрите практически много где лезут новые корни так вот так вот это у нас 2 3 орхидея у нас вот такая вот которую очень сильно жрал trips посмотрите как он объел ей новый листик но у нас друзья чудо чудные посмотрите этот старый листик раскрывается и оттуда лезет у нас новенький молоденький листик он посмотрите я не знаю видно вам не видно тоненькая такая пластиночка кончик вылез чистенький новенький хорошенький вот будем наблюдать смотреть в общем орхидея смотрите как ее покромсала мы значит обрабатываем бюджетным доступным способом эти орхидеи эти орхидеи от насекомых вредителей и не менее эффективным сейчас я мы все друзья напомним все процедуры я напомню все они стоят на заднем плане он еще одна орхидея тоже листик молоденький был покоцан у нее как его этим трипсами да кстати вот еще и есть у нее видите липкие липкий кончик такой но лист растет это говорит о том что мы существенно уничтожили колонию там или кого там трипсов которые сидели и сосали сок не давали развитию растений вот после этого как мы обработали орхидеи тоже проснулась смотрите кончики корней полезли вот кончики корней полезли и сам по себе листик стал расти а был такой маленький прям миллиметр так и 5 орхидея тоже у нее были пузыри волдыри на ли на листьях на не на листьях она маленькому то этом тоненьком листики маленьким прям был маленький и после обработки тоже начал активно расти орхидея зацветает но пока еще не понятно что это но больше похоже на детку по всей вероятности видите у нее детка но это мы узнаем совсем скоро но лист прям активно стал наращиваться в общем значит все эти орхидеи мы обрабатывали вот этими средствами дегтярное мыло от насекомых вредителей можно еще дегтярное мыло совмещать с нашатырным спиртом нашатырный спирт тоже в какой-то степени работает от насекомых вредителей ну вот собственно вот здесь написано что он от хорошо работает так от каких насекомых насекомых вредителей отпугивает тлю колорадский жук но вот по своему опыту скажу что нашатырный спирт том числе хорошо отпугивает мучнистого червеца отпугивает щитовку то есть вот такие вот насекомые тоже сокососущие ну и плюс он еще является если его не разбавлять с другими какими-то химическими препаратами то он является хорошим азотным удобрением то есть вот такого два в одном собственно говоря как и дегтярное мыло оно тоже хорошо борется с насекомыми вредителями защищает от болезней грибково-бактериальных и в том числе является еще неким таким тоже своеобразным ну как бы микроэлементом подкармливающим что ли растение в том числе то есть вот такое вот средство значит дальше прям совсем от грибково-бактериальных заболеваний мы еще обрабатывали значит не настойкой а ну да своего рода настойка только без спирта да это корицы и куркумы то есть в теплую воду мы размешали цилонскую корицу куркуму они обладают свойством то есть в них содержится микроэлемент который подавляют бактериальные грибковые болезни то есть даже не болезнь но сами вот грибки и бактерии они подавляют их вот эти вещества ну таким образом не дают развиваться если есть какие-то болячки на растениях а вот то есть такое вот средство и сегодня мы друзья эти орхидеи очки обработаем уже нам известным это цена там аммония до энергетическим энергетическим стимулятором значит он который получается у нас при смешивании в воде вот здесь вот у меня вода полу там чуть меньше пол-литра воды и сюда я хочу друзья в эти пол-литра налить 1 миллилитр 1 миллилитр вот этой вот аммиачной воды 1 миллилитр вот он а по 1 миллилитр лишнее я убираю и один миллилитр янтарной янтарной кислоты вот один миллилитр и вот при смешивании при смешивании в воде вот этих вот там вода вон она видите вот она вот здесь вот при смешивании в воде вот этих вот двух веществ нашатырного спирта и янтарной кислоты получается другое третье средство вещество это цепцинат аммония это цепцинат аммония еще по-другому называют этот препарат аммонийная соль янтарной кислоты так я вот так вот сейчас все значит использовать это средство можно меня спрашивали можно ли можно замачивать корни то есть ну в грунте в посадках или только опрыскивать вот прям в прошлом видео где мы применяли energizer этот энергетический стимулятор ускоряющий обмен веществ то есть такое вот поэтому называем его то есть дающий энергию растению есть у нас видео энергетический симулятор энергетический тоник для орхидеи так и называется вот там два видео есть как готовим из каких веществ да какой бывает нашатырный спирт какие бывают янтарная кислота в чем в жидком виде в таблетках все подробно рассказывай в том числе второе видео я рассказываю как применять и на каких орхидеях применяем каким образом и вот там есть как раз таки видео ответ как замачивать и у нас есть видео на канале где мы прекрасно замачиваем орхидеи и они прекрасно себя чувствуют но сегодня я буду опрыскивать орхидеи прям со всех сторон этим средством ставить стоят они у меня сейчас вот на том подоконнике это восточное окно после всех процедур когда я их у так обрабатываю я их ставлю туда на подоконник они там стоят вот все эти дни вот с открытыми корнями вот так вот они там стоят на все обработки провожу в первую половину дня чтобы до вечера до наступления темноты все орхидеи могли просохнуть корни все друзья все опрыскиваю все опрыскиваю мы и без корней нашу с вами точнее вот эту слот эту слабенькую вот она орхидея мы тоже с вами обрабатываем все прямо так и на корни на везде а вон она вот это вот вот она слабенькая моя особо прям со всех сторон чтобы это вот впереди нас еще ждет еще две как минимум обработки дегтярным мылом этих орхидей то это уже будет следующее видео после пересадки то есть мы будем их обрабатывать когда пересадим все вот так вот остальное друзья раствор сукцинат аммония я конечно же применю сейчас на других орхидеях которые у меня там тугодумы либо которые еще не не выпустили цветоносы ну и другие орхидеи маленькие в маленьких размерах то есть но есть куда применить это средство в общем друзья вот такую очередную очередная процедура с уцененными орхидеями и я хочу чтобы вы написали свои хотелки то есть я хочу чтобы вы хотели да вот написали хотелки в какой значит грунт мы на днях пересадим вот эти вот орхидеи в общем всем хорошего настроения друзьям всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока